Если мы откроем любой список лучших игр всех времён, то с вероятностью 90% в первой десятке удастся обнаружить игру Half-Life 2. Игру, которая в своё время смогла заработать не одну награду. Игру, величие которой мало кем оспаривается, но более молодое поколение геймеров либо про неё особо не слышало, либо имеет с ней более косвенное знакомство. Кстати, пишите в комментариях, сколько вам было лет, когда вы впервые познакомились с Half-Life 2. В этом году чудесному творению Valve исполняется уже 20 лет. В честь такого замечательного события мы решили, что было бы прекрасно многим напомнить о кому-то и рассказать впервые, почему игра про молчаливого учёного с монтировкой по праву может носить звание одной из лучших игр всех времён. Вы на канале XDelayed, и прежде чем мы перейдём к творению Гейбен Юэла, мы бы хотели поблагодарить наших спонсоров с Boost, YouTube и Patreon за поддержку канала. Ваша помощь мотивирует нас и дальше создавать для вас качественный контент. Если вам понравится сегодняшнее видео и вы захотите присоединиться, все необходимые ссылки находятся в описании. А мы начинаем. Проснитесь и пойте, мистер Фриман, проснитесь и пойте. Продолжение Half-Life фанатам пришлось ждать целых 6 лет, что невероятно долго для того времени. Обычно продолжение выпускали куда быстрее, но Valve в то время всегда стремилась к тому, чтобы не просто выпустить новую игру, а создать нечто новое, настоящую революцию. Таковой можно назвать их движок Source, который и лежал в основе Half-Life 2. Во-первых, благодаря Source графическая составляющая игры на момент выхода была просто на высшем уровне. Проработка объектов, анимация лиц, всё выглядело отлично. Да и сегодня Half-Life 2 внешне смотрится великолепно. Это не тот случай, когда на оболочку игры спустя много лет без слёз не взглянешь. Тут проект прошёл проверку временем. Во-вторых, благодаря новому движку взаимодействие с миром проекта Valve стало по-настоящему уникальным. Игры — это интерактивное развлечение, и Half-Life 2 полностью подтверждает это определение. Игроки могли влиять практически на каждый игровой объект, двигать его, поднять, разрушить. И если в оригинале знаковым оружием стала монтировка, то в сиквеле таковым была гравипушка или, как она по-настоящему называется, манипулятор энергетического поля нулевого уровня. Благодаря его введению в игру взаимодействие с объектами окружающего мира стало наиболее полным и разнообразным, а движок Source раскрылся во всей красе. Вы можете швырять объекты во врагов, тем самым убивая их. Особенно игрокам запомнились диски циркулярной пилы. Кроме того, гравипушка использовалась для решения головоломок, так как все предметы игры имели свой определенный вес, что тоже стало возможным благодаря новому движку. Если нужно опустить лифт, то картонные коробки для этого не подойдут, придется использовать что-то более тяжелое. Шлакоблоки или стиральную машину, например. Ну и чтобы не возвращаться к объектам мира снова, скажем, что в игре отличный саунд-дизайн. У каждого предмета свой отличительный и проводоподобный звук. Голоса, стрельба, крики существ дополняют всю эту картину, что способствует еще большему погружению в мир Half-Life 2. И раз уж мы плавно подобрались к головоломкам, то перейдем непосредственно к геймплею игры. Геймплей на Half-Life 2, как это любят говорить, представляет собой что-то вроде умного шутера. Тут вам не только глупые коридорные пострелушки, но и места, где нужно постоять и подумать, куда и как вам двигаться дальше. Что касается пострелушек, то в этом плане в Half-Life 2 все замечательно. Столкновения с врагами действительно представляют опасность, сами недоброжелатели отличаются умом и не оказываются бездумными болванчиками, которые тупо мчатся на вас. Кроме того, особый восторг вызывают моменты массовых столкновений, когда вам необходимо находиться постоянно в движении, прятаться аккуратно, покидать укрытие, чтобы уничтожить врагов. А атака страйдеров на площади Сити-17 — это отличный момент, как в геймплейном плане, так и с точки зрения эпичности. Что касается боевого арсенала, то тут без особых изысков. У Фримена в кармане находится практически все то, что мы уже привыкли видеть в шутерах, конечно, с учетом сеттингов, которые нас поместили. Ну и не забываем про гравипушку, которая была инновацией. Наиболее полно гравипушка, как оружие, раскрывается в одном из уровней игры — Рейвенхольме. Там вы будете взрывать бочки, кидать во врагов ящики и уже упомянутые циркулярные пилы. Сегодня, кажется, ничего особенного в этом нет, но зато очень весело. А все благодаря физике движка, о которой мы говорили пару минут назад. Все гениальное просто. Теперь можно поговорить о том, что делает Half-Life 2 игрой для Thinking Mans. В те годы репутация у шутеров была не лучшей. Многие относились к ним как к аттракциону бездумного насилия, за что особенно могли цепляться общественники. Но проект Valve показал, что так называемые стрелялки могут быть чем-то большим, чем бесконечное бездумное нажатие на курок. Головоломки в игре очень часто перемежаются с моментами, где мы отстреливаемся от врагов. Нельзя сказать, что вам придется как-то чересчур напрягать свой мозг, но временами надо будет подумать. К тому же нахождение пути решения — это особое удовольствие. Думаю, те, кто любит головоломки в играх, поймут о чем я. Каждое решение дает не только ощущение мини-победы над игрой, но и чувство, что вы смогли обмануть разработчиков. И в целом приятно, когда вы уже вливаетесь в этот общий геймплейный поток, не особо напрягаясь над решением, так как оно происходит уже во многом интуитивно. Подобное чувство мне смогли подарить последние части The Legend of Zelda. И раз уже была упомянута несколько странная для меня формулировка «общий геймплейный поток», то давайте взглянем еще на одну сторону Half-Life 2, которая выгодно отличает ее от других представителей игровой индустрии. Время, доктор Фримен. Какую мы привыкли видеть структуру в видеоиграх, которые так или иначе содержат в себе сюжет? Побегали, попрыгали, диалог, постреляли, полетали, кат-сцену убили босса, видеоролик. В Half-Life 2 нет перерыва на то, что отрывает нас от геймплея. Никаких кат-сцен и роликов. Абсолютно все создано на движке игры. Конечно, мы также встречаем персонажей, которые общаются с нашим героем, сообщают ему какую-либо информацию, но в это время нас не выдергивают из игры. У нас все так же остается контроль над нашим персонажем. В 2024 году этим никого не удивить, но все равно благодаря этому все прохождение Half-Life 2 воспринимается как единое сплошное приключение с эффектом погружения, к ощущению которого и стремились разработчики в каждом аспекте игры. Кстати, а есть ли там вообще то, ради чего стоит погружаться? Я имею в виду сюжет игры. Безусловно, есть. Прежде всего, интересно то, что сиквел хоть и продолжает историю оригинала, проходить его можно и без обращения к первоисточнику. Да, так вы пропустите какие-то отсылки и будете воспринимать главного героя чуть иначе, но в целом вся история вам будет понятна. Завязка сюжета заключается в следующем. В результате событий, происходивших в оригинале, по всей Земле начали открываться портальные штормы, которые привлекли внимание тоталитарной инопланетной организации Совет Альянса. Вражеские силы были настолько мощными, что один из сотрудников Черной Мезы научной лаборатории с первой части, Уоллес Брин, после семи часов войны убедил нашу планету сдаться. За это он получил покровительство этого самого Совета Альянса, а вся Земля стала колонией этой организации. Таким образом, на всем земном шаре сформировалось тоталитарное правительство. Естественно, по всей планете стали возникать очаги сопротивления, целью которых было свержение Брина, Совета Альянса и обретение свободы. Наш герой Гордон Фримен посредством Джимена, загадочного персонажа всей серии, пробуждается из стазиса, в котором он пробыл 20 лет. На поезде он пребывает в Сити-17, город, расположенный где-то в Восточной Европе, и практически сразу присоединяется к отрядам сопротивления. Собственно, в этом вся завязка. Интересно то, что Фримен воспринимается всеми людьми как некий герой, появление которого может положить конец правительству Совета Альянса. А все из-за событий первой части. Естественно, дальше краткого описания сюжета мы не пойдем. Во-первых, я не люблю спойлеры, даже если с момента выхода произведения прошло больше 20 лет. Во-вторых, у этого ролика совсем иная цель. Скажу лишь, что такая в каком-то смысле банальная завязка сюжета в течение игры достаточно хорошо раскручивается, и за событиями Half-Life 2 всегда интересно наблюдать. На протяжении игры ее прохождение не хочется ставить на паузу. Всегда интересно узнать, что же там будет дальше, учитывая, что в игре достаточно эпичных и необычных моментов. Историю Half-Life 2 впоследствии продолжат эпизодами. Лишним подтверждением того, что сюжет удался, будет 17 лет ожидания фанатами продолжения, но вряд ли это когда-нибудь случится. Вы сделали очень многое за короткое время. Основные моменты, которые делают Half-Life 2 великой, мы с вами разобрали. Но Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Начнем с сеттинга. В интернете видел множество мнений, что оригинальная игра была в этом плане интереснее, ведь в ней чувствовалось наличие научной фантастики со всеми этими лабораториями, порталами, потусторонними мирами и существами, а в сиквеле все испортили сеттингом Восточной Европы. Ну, во-первых, все это никуда не делось. Да, лабораторий стало меньше, но что вы хотели от мира, в котором сопротивление борется с тоталитарной властью? Если лаборатории есть, то все они подпольные. Также, да зачем вообще что-то говорить, проще показать? Например, это. А как вам такое? Ну, или возьмем вот. Никак не похоже на научную фантастику, да? Во-вторых, архитектура Восточной Европы достаточно органично переплетается как с самой игрой, так и с сайфаем. А поблагодарить за это стоит человека по имени Виктор Антонов. Кстати, ему же можно сказать спасибо и за арт 1-й Дизонард. При создании облика мира Half-Life он вдохновлялся многими городами Восточной Европы, начиная с Софии и заканчивая Санкт-Петербургом. Ставь лайк, если улочки Сити-17 тебе как родные. Интересен еще тот факт, что первоначально мир Half-Life должен был быть куда более мрачным, нежели тот, который мы увидели в итоге. Однако и одного Ревенхольма оказалось достаточно, чтобы внести в игру часть хоррора. Также еще одной прекрасной деталью игры было то, что вся она очень четко поделена на главы, каждая из которых добавляла в прохождение какие-либо новые геймплейные элементы. Будь то улицы все того же Ревенхольма или покатушки на багги, еще один момент погружения в приключения Фримена. Кроме того, подобное разнообразие никогда не дает заскучать. Занимательно и то, что на первый взгляд может показаться, что мир игры нелинейен, что это нетипичный коридорный шутер, какие мы привыкли видеть в жанре. Однако это не так. Разработчики лишь создают хорошую иллюзию того, что в Half-Life 2 есть какие-либо тайные развилки. Максимум, что мы там можем обнаружить, это секреты. Однако такая иллюзия очень хорошо работает и при первом прохождении ее вряд ли удастся развеять. Наконец, еще один плюс игры это Алекс Венс. Да, я не раз слышал, что она раздражает и вообще лучше бы ее не вводили, но бросьте. Она один из лучших соратников в видеоиграх. Через нее осуществляется основное повествование. Она расскажет про мир, шуток потравит, поможет в трудной ситуации. Да и в целом на нее просто приятно смотреть. В первом-втором эпизодах она будет еще более тесно с нами взаимодействовать, сопровождая нас большую часть игры. Не зря Valve решили посвятить ей отдельную игру. И здесь я исчезаю. Все эти детали, озвученные в нашем ролике, делают Half-Life 2 одной из лучших игр всех времен. Многие, конечно, могут возразить и сказать, чтобы просто описали среднестатистически хороший проект современности. Таких можно найти немало. С одной стороны, все верно. Однако, если посмотреть на это несколько иначе, то можно будет сделать совсем иной вывод. Во-первых, стоит понимать, что мы говорим про игру 20-летней давности. В тот момент она являлась первопроходцем. Она заложила основу для того, что нами на сегодняшний день воспринимается как данность, физика, напарники, разнообразие. Тогда это был уникальный шутер. Во-вторых, не обязательно было знакомиться с Half-Life 2 в моменте, чтобы оценить ее величие. Сам ей в 2004 году прошел только оригинал, а с сиквелом познакомился лишь в 2016, спустя 12 лет после выхода. И даже тогда моему восторгу не было предела. Настолько это хороший и свежий шутер, что старину в нем можно приглядеть только через графику. Геймплейно и сюжетно он ни капли не устарел, а про арт и саунд-дизайн и говорить нечего. Фанбаза, которая до сих пор ждет продолжения Half-Life, будет лишним подтверждением того, что творение Valve — это величие. Несмотря на то, что я также хотел бы увидеть, что же там будет дальше, все же меня интересует больше то, какую бы инновацию придумала компания Гейба в этот раз. Каждый их проект — это всегда нечто новое и необычное. Portal 2 — шедевр своего жанра, который до сих пор не переплюнули, а Half-Life Alyx — это все еще, пожалуй, единственный проект, ради которого стоит купить или хотя бы арендовать VR. Так, а может нам вообще выпустить ролик, полностью посвященный пути Valve и тому, почему это одна из лучших компаний в игровой индустрии? Пишите свое мнение по этому поводу в комментариях. Если вы по какой-то причине до сих пор не знакомы с Half-Life 2, то вам нужно срочно исправлять это недоразумение. Учитывая, что на любой распродаже она продается за сущие копейки, а история уже доказала, что сам проект для игровой индустрии бесценен. Как бесценны и вы, наши дорогие спонсоры с Бусти, Ютуба и Патреона. Выражаем вам благодарность за поддержку нашего канала. Ваша помощь очень многое для нас значит. Спасибо за просмотр и до скорых встреч здесь, на канале XDelayed. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok